В нынешнем году церемония вручения медалей за особые успехи в учении выпускникам 2020 года необычна как по времени, в прежние годы она была в конце июня, так и по месту проведения на центральной аллее сквера Прибрежнева. Впрочем, это вполне объяснимо из-за необходимости соблюдения мер предосторожности, ведущей не утихающей коронавирусной пандемией. Подробности церемонии в первом материале выпуска. Какие бы сюрпризы не преподносила нам жизнь, она всегда идет вперед. И такое важное мероприятие, как награждение самых достойных выпускников, обязательно должно было состояться. И вот в импровизированном зале под сенью широколиственных деревьев собрались лучшие из лучших, 54 выпускника, которые добились особых успехов в учении. Инициативные творческие личности, активные общественники, призеры и победители предметных олимпиад. Эти молодые люди, гордость своих школ, да и всего муниципалитета. Именно для них в первую очередь этот прием красивый и трогательный. Всех собравшихся сердечно приветствовал глава Славянского района Роман Сенеговский. На сегодняшний день добиться больших результатов можно действительно только благодаря таланту, помноженному на большой труд. Кому-то меньше приходилось трудиться, кому-то больше, но все равно все вы труженики. И благодаря этому, наверное, вы все сегодня здесь. Конечно, мы вас все поздравляем. Конечно, мы желаем вам успехов в этой взрослой жизни, чтобы ваши достижения, которые вы уже сегодня имеете, чтобы они приумножались, чтобы вы поступили в вузы, чтобы вы нашли потом хорошую работу. Затем прошла церемония награждения. Героям праздника были вручены золотые медали, памятные подарки, приветственные адреса главы Славянского района Романа Сенеговского и благодарности депутата законодательного собрания Кубани Виктора Чернявского. Это был самый главный и волнующий момент праздника. Звучали добрые слова в адрес выпускников. Эти слова были вполне заслуженными. За каждым достижением медалистов – самоотверженный труд педагогов. После завершения церемонии награждения от имени педагогического корпуса выступила директор 20-й школы, заслуженный учитель Российской Федерации Анна Шевцова. Вы заслужили этот успех, заслужили своим трудолюбием, усердием, тягой к знаниям, ответственностью, всеми теми качествами, которые перечисляли ведущие, когда вам вручали медали. Я от этой души хочу пожелать вам, чтобы эти медали помогли сделать вам, ваше будущее, таким же блестящим, как эти награды. В ответном слове Мария Калинич, выпускница из 16-й школы, стобальница по русскому языку, поблагодарила учителей и пожелала героям торжества, упорства в достижении намеченного и удачи. Для всех собравшихся выступили лучшие славянские артисты. Мы попрощаемся с детством, но сказка не забудется, ведь в ней немало уроков для нас. И в этом мире чудесном однажды точно сбудется все то, о чем ты мечтаешь сейчас. Завершилось праздничное мероприятие не совсем обычно. Все его участники позвонили колокольчиками, дав последний звонок, который символизировал прощание с детством. Затем выпускники отпустили в небо воздушные шарики. Для героев торжества, которые вполне заслуженно честовались за успешную учебу и все свои достижения, этот праздник стал очень важным и значимым событием. И они поделились с нами своими мыслями и чувствами в этот день, когда сделали шаг во взрослую жизнь. Замечательная школа, замечательные учителя. Они мне дали действительно мощный багаж знаний. Я очень благодарна своей учительнице по-русскому, благодаря которой я получила 100 баллов. Я очень надеюсь, что поступлю в свой вуз мечты. Будем надеяться, что все сложится хорошо. Я хочу поступить на международные отношения. Родители поддерживают во всех моих начинаниях, поэтому я думаю, что все сложится хорошо. Я благодарю своих учителей за то, что они дали мне такие знания. Я получила благодаря этому золотую медаль и набрала много баллов по ЕГЭ. Теперь могу поступить в Санкт-Петербург, туда, куда я хочу поступить. У нас в школе учителя реально старались давать не просто школьную программу, а давать что-то большее, давать что-то интереснее. И благодаря этому, думаю, у меня и получалось развиваться. Собираюсь поступать на экономиста, либо же экономическая безопасность, либо экономист-финансист. Что-то в этом направлении. В будущем, думаю, буду действовать по обстоятельствам. Моя медаль, она была заслужена огромным трудом. Каждый день ты приходишь после школы и возвращаешься к предметам, которые, ну, ты испытываешь какое-то чувство, чувство любви, потому что школа как раз-таки и прививает к тебе именно уважение к данным предметам. Также я хочу сказать то, что поблагодарить всех за создание данного мероприятия, потому что оно было на высоком уровне. Настоящим золотым запасом славянских выпускников являются их отличные знания. Впереди у них большая, богатая событиями жизнь. Их ждет учеба в институтах, университетах и академиях. Они станут дипломированными специалистами в самых разнообразных областях. Они будут двигать вперед российскую науку, развивать экономику, учить детей и лечить пациентов. Но чего бы они ни добились, они навсегда сохранят в сердце память о родной школе и учителях, которые дали им путевку в жизнь. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.